Всем привет! С вами Кононов Антон и Кононова Анна. И сегодня мы снимем очередной дозаказ, который нам пришел от компании Faberlic. Пришел нам буквально вчера, мы до сих пор еще в Сочи, еще не уехали. Итак, на Антоне трикотажный джемпер для мужчины. Артикул 530400, то есть 530400, по-другому, если чтобы вы не путались. И размер 54. Состав у него идет 60% акрил, 35% нейлон и 5% шерсть. Очень симпатичный свитер с очень такой классной вязочкой, я бы сказала. Мне нравится, я такое обожаю. Как вы видите, мы надели голубую футболочку под низ и есть в некоторых местах то, что он просвечивает. Но зато вам понятна степень просвечиваемости. Ну что ж, муж, расскажи. Сразу же скажу теплая, потому что твоя рука бы сразу уже прошла. То есть, хотя в номере, ну, не жаль, мягкая, чуть-чуть колется. Опять сразу же, говорю, как я чувствую. Серьезно? Да, я тебя потрогаю. Ты, может, не почувствуешь так? Так мягко, ничто. А на шее его чувствую... Вот, вот, холодца, если на голову телу его... Ну, в принципе, я думаю, свитера на голову телу и не одевает. Если на руках ему чувствуется колкость. Ну, такая незаметная. Незаметная колкость. Мне кажется, такой он мягенький, уютненький. А ты его носить будешь? Да. Шикарный. Антош, повернись еще задом. Вот, обратите внимание, что сзади нету вот этой вязки, которая есть спереди. Поэтому тут такая, более мелкая такая, как вы видите, вязочка. Поэтому таким вот образом. Антон еще боком повернись, покажи, докуда вязка. Вот, да, таким вот образом вы видите, докуда вязка. Вот. И, ну, в принципе, все очень даже качественно. Низ изделия и низ рукавов. Выполнен в форме резиночки. Мне нравится, безумно нравится этот свитер. Я прям обожаю. А следующий, вы просто обалдеете, какой цвет. Мне ужасно он понравился. Следующий цвет. Следующий джемпер. Тоже трикотажный. Артикул 530-412. Модель 151M2305. Цвет бежевый меланж. Цвет просто обалденный. Так, размер 54. Составка идентична предыдущему. 60 акрил, 35 нейлон, 5% шерсть. Посмотрите, какой обалденный цвет. Мне он так понравился. Прямо безумно понравился. Даже хочется заказать себе такой свитер. Такого вот классного цвета. Это прям супер. Далее у нас с вами идет трикотажный кардикан для мужчины. Артикул 530-130. Модель 121M2402. Цвет черный. Размер 54. Состав 60% хлопок, 40% акрил. Антох, он не должен вообще тебе колоть. Этот не хвалит, я хотел бы рассказать. То есть по размерам. Здесь рукава подлиннее, чем на том снятире. Вот оно. То есть выпрямить. Вот так вот выходит. То есть по длине. То есть здесь будет свободно. Что дальше? Идет молния. Здесь молния. В принципе тоже удобно. Это как типа кофточки. Например, у меня была такая ситуация. Даже вот с костюмами, когда слишком жарко, его хочется снять. Хотя если снимешь, будет прохладно. То есть такого в принципе. А здесь удобно. То есть если чуть жарко стало. Например, сейчас. Например, где-то при градусах 15. И вы будете ходить в большие кусочки, вынете какое тепло. То есть почему? Потому что все закрывается. То есть горло закрывается. Карманов у него нет, надеюсь? Нет, карманов здесь нет. Здесь просто именно как кофточки. Молния идет в пластмассовые. Пластмассовый бегунок железный. Отлично, кофта. Оставляем. Очень неплохой свитер. Трикотажный джемпер называется. Артикул 530-406. Цвет бордовый. Размер 54, 60 акрепт, 35 нейлон, 5% шерст. Ну, это то же самое, скорее всего, да? Только расцветка. Он немножечко вот на камеру ярче, чем предыдущие. Вот немножечко ярче на камеру, чем вот сейчас в живую. Вот честно сказать. Вот рисунок у него очень даже такой интересный, аккуратный. Но я бы взяла на размер больше. Точно-точно такой же джемпер, а кардиган, вернее, как и предыдущий. Только зеленый цвет. И слушайте, зеленый цвет такой, знаете, оригинальный. Очень даже приятный. Мне прям понравился. Передается он хорошо на камеру. Прям тетелька в тетельку. Прям отлично. Цвет вообще не искажается. Значит, артикул 530-136. Цвет хаки меланж. Размер 54. 60 хлопок. 40 акрил. Шикарный. Мне вот нравится этот цвет. Антон, а тебе как? Нормально. Просто нужно найти вот с чем ходить. С чем, например? Например, можно с белыми джинсами. Ну, можно, в принципе, и с этими тоже носить. Неплохой вариант. Можно с обычными синими джинсами надевать. Ну, вот светлый. Да, да, светлый. Светлый, да, 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 светлый. Да. Ну, я прям не знаю. Вот единственное, что сочетание у тебя уж больно ярко-голубые глаза. И вот эта вот зелень, она такая болотная. И такие ярко-голубые глаза. Что-то как-то не знаю. Вот. И папе уже мы ему не отправить эту кофту. Кофта клевая. Но папа носит 56-58 размер. Вообще он просит 60-62, потому что он у нас парализован. Ему сложно надевать вещи, которые ему в обтяжку. Он просит на размер на два больше себя вещи. Вот. Поэтому вот не знаю даже. Так-то неплохо, конечно. Но вот что скажете? Я вот сомневаюсь по поводу этого. Но цвет, сам цвет, мне очень нравится. Но сочетается ли он с Антохиным? Мне кажется, что не особо. С каким он шумом надевает. Ох ты, Антон, идеально со штанами сочетается. Прям лук. Монолук. Как сейчас модно. Обалдеть. Слушай, тебе нормально. Чувствую себя. Не передавливает, не мало, не велико. Нет. Нет. Какая-то плотно. По сути, я не должен, по словам, и пальцев. Угу. 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 Есть капюшет. Кстати, воротник стойка у него. Да. Надо посмотреть, вот этот, как он будет сидеть в пуху застегнутой, потому что сейчас уже в Крападе. Ну, я бы сказал, с шапкой будет хорошо, а вот без шапки, вот лично мне будет некомфортно… А он же, смотри, он же регулируется, затягивается. Он затягивается и затягивается. Вот так вот. То есть хочется, чтобы он, если без шапки носить, чтобы он вот так вот был. То есть здесь вот, если так разобраться, чтобы вот это вот лишнее. То есть шапки будут нормальные. Правильно. Карманы. Карманы. Вот, я не уже проверял. Мягкий материал, приятный даже. Ну, что-то типа флиса искусственного. А, кстати, состав тут идет стопроцентный полиэстер. Артикул 530-424. Модель 121-M1102. Размер получается 54. Куртка для мужчины называется. Здесь еще можно низ подтянуть. Здесь есть вот эти вот. Не заметили, когда показывали? Есть утяжки. Такой вот подклад. Так, что еще хочется у тебя спросить. Встань, пожалуйста, задом. Так, значит, зад чуть-чуть длиннее, да? Ну-ка, Антон, а встань боком. Ну, как будто бы зад подлиннее немножко, чем перед. Хоть и прямой, да? Затягивается прямой, да. А застегни курточку, давай посмотрим в застегнутом виде. Ну, да, да. Зад немножко длиннее, чем перед идет. Так, а капюшон отстегивается? Не знаю, сейчас. Да, ну, здесь замочек. Замочек на молнии, да? Да, там, если кому-то нравится, что капюшон можно отстегнуть. Отлично, просто отлично. Давай его покажем сейчас. Давай. Так, замок у нас идет пластмассовый бегунок железный, да? А карманы, вот покажи, как карман внутри сшит. Очень интересно, да. Мне кажется, что эта куртка не промокайка, да? Да, это на осенний-весенний сезон, когда... Дождь. Ну, дождь, и когда кармусов, наверное, ну, максимум 12. Тепла? Тепла, да. Потому что, ну, не знаю, как она выливается на плюс 5. Так, это что за штучка? А, это типа украшалочки, да? Такая вот резиночка. Угу, угу. Сейчас все гилы. Да, можно отстегнуть и посмотреть, как будет без капюшона. Ну, я тебя без капюшона, если честно, уже не представляю, потому что ты всегда с капюшоном. Ну, слушай, и так тоже неплохо. Угу. Повернись задом, покрутись немножко. Ну, да, неплохо. А сзади еще есть какая-то, вот, ребят, полосочка, да? То есть, вот, ткань такая вот, шабаршунчик. Ну, не знаю. Карманы тоже не спрятаны, да? Они наверху идут, да? Ничем не покрыты. Ну, они хорошие молнии. И закрывает даже, вот, как раз, как они говорили, то, что она, вот, отталкивающая меня, ну, как сказать, в дождливую погоду. Вот видите, как молния закрыта тоже идет тканью, которая не промокает. Как здесь, так и на карманах. Угу. Угу. Вот. Ну, не знаю. Я бы оставила бы эту готочку. Мне подожди, в принципе, нормально. Нужно просто подобрать то, что подходит по штанам. Угу. Ну, так-то да. Поденьки черные подойдут, потому что есть здесь элементы черного. Да тут любое подойдет. Любые абсолютно брюки. Без разницы даже, какого цвета мне кажется. Ну, не салатовые, понятно. Вот. Ну, неплохо, неплохо. Хорошо, хорошо. Ну, давайте теперь примерим точно такую же, но черную курточку. Специально включила видео, потому что она с таким шумом одевается. Вы должны это ощутить. Да-да-да. Вы должны это ощутить. Слушай, ну, отлично. Это мне должно, ну, больше нравится этот цвет, то есть, не знаю почему. То есть, на курточке я люблю больше черный, чем светлый. Но то я сто процентов оставляю, потому что она мне тоже понравилась в плане плода, что... А еще скажу, хочу сказать про ткань. Ткань не будет скатываться. Ну, это понятно. То есть, что очень неважно, как бы. Некоторые просто скатываются. И плотные очень, ну, в ней реально вот я стою, я потею. То есть, мне жарко. Какие же застежечки, ну, полностью такая же моделька, показывать ее полностью не будем. Так же остекиваться. Капюшон, все тоже, ну, и так же не промокает. Абсолютно одинаковые модели, только сшиты в разных цветах. Абсолютно одинаковые. Ну, я довольна. Потому что вот мне очень сложно подобрать курточку. Вообще, в компании Фаберлик для мужа. И я... У меня нет вообще никаких доводов против. Она действительно классно смотрится. Действительно классно. Ну, вот прям, ну, вот ни до чего я придраться не могу. Очень функционально, удобно. Сразу видно, что коллекцию делал мужчина, который любит комфорт и стиль. Ну, вот, да. Супер. Ну, антизакус я, конечно, долго смеялась. Здесь я даже подсмотливаю еще, как бы сказал, что вот идет полностью. Здесь такая просволька, то есть, суха тоже дополнительно не промокала. Она идет по всей длине. Угу, угу. А, кстати, внутренних нагрудных карманов нет, да? Нет, нету. Внутренних нагрудных карманов нет. А ты их любишь? Ну, если в уголке таких карманов, в принципе, они без разницы. Угу. То есть, почему? Потому что, например, я не люблю сумки носить. Я не люблю, ну, карман, ну, чтобы телефон у меня был под рукой, чтобы кошелек у меня был под рукой. То есть, да, документы, тогда я всегда беру какую-то сумку с собой. А вот, если я куда-то в магазин пошел, или гулять пошел, или за заказом пошел, к примеру, то это идеально. Да. То есть, я просто положил кошелек в карман, телефон в карман и пошел. Ага, еще Антон любит рюкзаки. Что? Я говорю, еще Антон любит рюкзаки. Ну, рюкзаки это удобно, когда в поездках. Угу. Или пошел с Аней по магазинам. Ходит за ней, ходит. Потом так бац, рюкзак в вашем дне застегивается. Переполнил. Наконец-то я их дождалась. Дождалась эти костюмы. Я так счастлива, что они наконец-то на мне. Оставляю сразу все, потому что они мне безумно-безумно понравились. Ну что ж, дорогие мои. На мне сейчас джемпер с горлом на молнии. Цвет женский. У него есть пара недостаточков. Значит, размер XL. Состав 80 хлопок, 20 паниэстер. Смотрите, XL это размер 52-й. У меня чистый 52-й размер. Рост 162 см. Дальше, значит, на мне брюки. Артикул 861 546. Размер XL. Цвет тоже мокко. Состав у них у всех 80 хлопок и 20 паниэстер. Артикул 861 546 у брюк. Итак, давайте с вами смотреть. Разглядывать, как говорится. Так, во-первых, что мне в нем понравилось? Это, конечно же, цвет. Да, понравился ужасный цвет. Тут не смотрите, это часики. Шаги у меня считают. И понравилось, что длинные резиночки. Снизу резиночки нет. Тут что-то типа манжетика, да, получается. Далее, что мне не понравилось в этом костюме? Он слегка, чуть-чуть, все-таки грубоватый. Но за первую минуту эти ощущения сходят на нет и их не чувствуешь. Потом, значит, расстегивается он очень глубоко. Я уже не буду до конца совсем расстегивать. Расстегивается он очень и очень глубоко. Молния железная. И вот тут вот идет такой вот большой-большой воротник. То есть, если кому-то нужно, можно себя прям по полной упаковать. Молния железная еще не разработалась, да. То есть, таким образом, если вам холодно, дует ветер, пожалуйста. Ну, это как раз по тебе. Да, это как раз по мне. Я так люблю себя упаковывать. Недостаток у него единственный. Когда вот вы вот так загибаете, почему-то вот тут впивается мне в подбородок. Может, потому что у меня подбородок появился? Не знаю. Но вот нагнуться проблемно. То есть, он втыкается и прямо все вот это вылазит. То есть, хочется его или подрастянуть, или еще как-то больше вот согнуть, разогнуть. Вот в этом плане как бы не очень удобно. Но я так, в принципе, не пакуюсь. Поэтому мне это особо как бы... Особо не важно, можно так сказать. Я буду носить его вот так, таким образом. Цвет, как вы видите, обалденный. Ну и дальше перейдем с вами ко штанам. Значит, у них нету, кстати, карманов, если что. Да, подкладка вот такая вот. Что-то типа вот такого борстика, начосика, подшурстка, или как это его всяко-разно называют. Вот. Очень такой приятненький, хорошенький. Но грубоватенький вот первую минуту. Но вот сейчас я в нем, сколько стояла, я в нем была все время, пока снимала Антона. И я уже этого не чувствовала. То есть, хорошо. Я надела на голое тело специально, чтобы его ощутить, чтобы его почувствовать. Мне понравились ощущения. Все здорово и классно. Длина рукава идеальна для меня. То есть, длинноногие девушки в пролете, я так понимаю. Длина штанов тоже идеальна для меня. Обратите внимание, слегка-слегка длинноваты. Но это такая ерунда, что это даже обсуждать не хочется. Дальше. Значит, резиночка тут у нас идет такая вот толстенькая, аккуратненькая. Затяжечек нету, ничего нету. Карманы тоже глубокие, хорошие. Значит, на попе тоже сидят хорошо, не врезаются. Все идеально. Свободно, но в меру. Так. Вниз. Да, тут идет такая вот резиночка. Она не такая, как вот на рукаве. Она немножечко другая. Я думаю, это заметно, да? Немножечко другая резиночка. Такая вот толстенькая. Напоминает вот эту. Но тут резинка не вставлена, а тут она вставлена. То есть, на душе-то нету. Дальше что? Еще вот тут стрелочки. Обратите внимание на стрелочки. То есть, что на лыгинсах были стрелочки, что сейчас не тут стрелочки. В принципе, классно. Я прям снимать не хочу даже. Мне уже хочется надеть кроссовки и пойти, и пойти, и пойти. Суперский костюм. Этот костюм, конечно же, сразу маме. Она любит такие яркие цвета. Мне нравится. Значит, артикул 861 510. Модель цвет бордовый. Размер Excel. Состав 80 хлопок. 20 поездок. Описывать одно и то же смысла нет. Они все одинаковые. Поэтому просто скажу вам артикулы. Артикул 861 534. Убрюк. Красота да и только. Скажите еще, как этот цвет на мне. Вот как он мне на мне. Я вот даже не знаю. Антон, что скажешь? Хорошо. Хорошо. Ну, тебе не старит этот цвет. Да, я думала мне не идет. Да не, нормально. Ну, вот ты еще на видео посмотришь и сама сейчас будешь монтировать ролик и посмотришь. Как вам такой цвет? Пишите. Мне нравится. Очень нравится. Мне вообще темной одежды так мало, что я прям за счет, что мне такое надо. Такого у меня точно нет. Значит, артикул 861 516, размер XL. И брюки со стрелками женские. Артикул 861 540. Ну и малыхитовый костюмчик. Как же без него? Тоже безумно мне понравился. Я уверена, что он мне идет. Здорово и классно. Артикул 861 552 у брюк. И 861 528 у джемпера с горлом на молнии. Ну что ж, с вами была Конного Аня, Конного Фонтон. До встречи с вами в новых видео.